На этом занятии рассмотрим основные методы массивов. Некоторые из них мы уже рассмотрели на предыдущем занятии. Это методы push-pump, shift-on-shift. Они позволяют удалять и добавлять элементы в конец и в начало массива. Здесь мы продолжим эту тему, и чтобы было проще воспринимать материал, все методы разбиты на группы и начнем с группы добавления и удаления элементов массива. Следующий метод это метод splice. Это такой универсальный швейцарский нож для работы с массивами. Умеет добавлять, удалять и заменять элементы. Его синтексис вот такой вот. Он начинает обработку элементов массива с позиции индекс, удаляет вот такое вот число элементов и на место удаленных элементов можно вставить произвольное количество элементов. Этот метод проще всего понять, рассмотрев примеры. Начнем с удаления. Предположим, у нас вот такой вот массив. И мы хотим удалить третий и четвертый элемент этого массива. Сделать это можно как раз с помощью вот этого вот splice. Здесь первое значение 2 означает индекс элемента, с которого мы будем удалять элементы. А второй аргумент говорит о том, сколько элементов мы будем удалять, начиная с этого индекса. Тоже 2. Значит, мы удалим этот элемент и этот элемент. Выведем преобразованный элемент в консоль и посмотрим, что у нас получится. Да, мы как раз удалили вот эти два элемента. Теперь давайте удалим вот эти первые три элемента. Это будет выглядеть так. Здесь мы указываем индекс, начиная с которого будем все удалять. А дальше число удаляемых элементов. А затем через запятую вот здесь вот указаны два элемента, которые будут вставлены на место от этих трех удаленных. Давайте обновим и посмотрим. Да, мы получили это классный обучающий урок. Причем вот этот переменный delElem будет содержать элементы, которые были удалены. Также выведем их в консоль, обновим документ и видим, что вот как раз эти три элемента мы и удалили. То есть метод splice, помимо всего прочего, еще и возвращает удаленные элементы. Мало того, вот с помощью этого метода можно вставлять новые элементы, не удаляя существующие. Для этого вот этот вот аргумент deleteCount мы просто устанавливаем в ноль. Мы здесь указываем, что перед элементом с индексом 3, то есть вот перед этим элементом, будет вставлен вот этот элемент. Давайте посмотрим, что получим. Да, у нас как раз получился такой массив. Перед словом обучающий появилось слово интересный. То есть вот таким вот образом мы с помощью splice вставили нужный элемент массива. В этом методе массива допускается использование отрицательного индекса. Например, вот так вот. Вот этот отрицательный индекс означает, что мы будем отсчитывать элементы с конца массива. То есть в данном случае мы отсчитаем первые три элемента с конца, то есть вот эти вот. Далее выберем их. Вот здесь вот второе значение 3 означает, что мы выбираем все эти три элемента. И далее вместо них добавляем вот эти элементы. В результате у нас получится такой массив. Я смотрю это обучающее видео. Вот так вот работает метод splice. Следующий метод splice имеет вот такой вот синтаксис. Он возвращает массив, в который копируют элементы, начиная с индекса start и заканчивая индексом and-1. Давайте тоже его рассмотрим на примере. Предположим, у нас есть вот такой вот массив. И мы с помощью метода slice делаем так. Начиная со второго индекса и заканчивая третьим индексом, выделяем соответствующие элементы. То есть это вот такие вот элементы будут. Этот и обучающий. Этот имеет индекс 2, а обучающий имеет индекс 3. Соответственно переменная res1 будет содержать массив из двух элементов. Если мы напишем просто slice от трех, то возьмем вот этот элемент под индексом 3 и все до конца массива. То есть переменная res2 будут содержаться вот эти два элемента. Также slice можно вызвать с отрицательным индексом. В этом случае мы отсчитаем три элемента с конца. То есть получим вот этот элемент и возьмем все до конца массива. То есть все эти три элемента. Мы видим все это в консоль, обновим документ и увидим, что как раз все это у нас и получилось. А вот если мы вызовем метод slice без аргументов, то просто скопируем массив. Кстати, это часто используется в JavaScript для того, чтобы скопировать один массив в другую переменную. То есть вот этот copyR, он будет содержать копию вот этого массива. Давайте обновим этот документ опять же и увидим, что вот этот copyR содержит копию этого массива. Следующий метод concat возвращает новый массив, состоящий из элементов текущего массива, плюс элементы, которые указаны здесь в качестве аргументов. И здесь arc1, arc2 могут быть как примитивными данными, строки, числа и так далее, так и массивами. Например, у нас есть вот такой вот массив. И мы хотим создать новый массив, в котором будут эти элементы и плюс еще два. То есть в итоге мы создадим массив, состоящий из элементов 1, 2, 3, 4. Выведем в консоль полученный массив и убедимся, что это так. Да, это так. Или вот такие вот примеры. Мы можем здесь вот указать два массива. Первый массив содержит такие элементы, а вот второй массив такие элементы. В итоге получим вот такой массив. Ну или вот так вот. Элементы 3 и 4, а элементы 5 и 6 перечислены просто как обычные числа. То есть можно делать и так, и так. Обновим наш документ и увидим, что все получилось как нужно. По идее вот этот вот метод concat, он работает даже с объектами. То есть мы можем в массив, который содержит два элемента, добавить еще один элемент, который будет являться, например, объектом. И тогда у нас получится следующее. Первые два элемента это обычные числа, а третий это объект. Но правда надо сказать, что в этом случае будет копироваться не сам объект, а лишь ссылка на этот объект. И вот это вот следует учитывать, когда мы используем concat, когда указываем какой-либо здесь объект. Следующий метод это forEach. Данный метод позволяет перебирать элементы массива, и при этом позволяет выполнять с ними определенные действия. Синтаксис этого метода forEach следующий. Здесь item это текущий элемент, с которым мы работаем. Index это индекс текущего элемента. А array это сам массив. Например, этим методом можно воспользоваться так. У нас есть вот такой вот массив, и мы перебираем элементы этого массива, используя метод forEach. В этом методе forEach мы должны указать некую функцию, в данном случае это анонимная функция, у которой всего один аргумент item. Другие нам просто здесь не нужны. И мы этот аргумент item, то есть текущее значение элемента массива, выводим в консоль. В итоге все элементы будут выведены в консоль. Обновим документ и видим, что все элементы у нас выведены в консоль. В методе forEach очень часто используется вместо вот таких анонимных функций, стрелочной функции. А именно так. Вот это слово ключевой function убирается. Здесь добавляется знак равно, знак больше. А здесь мы пишем как раз тот метод, который будет вызван у этой стрелочной функции. Теперь если мы обновим наш документ, то увидим все то же самое. Или можем рассмотреть такой пример. Допустим, у нас есть массив, состоящий из чисел. И мы хотим вывести в консоль только четные значения этого массива. Для этого вызовем метод forEach. Далее идет стрелочная функция с двумя аргументами item и index. И затем мы делаем проверку. Если значение текущего элемента нацело делится на два, значит оно четное, то мы вывозим в консоль. Вывозим в консоль сам элемент и индекс этого элемента. Обновляем документ и видим, что вот у нас такие вот элементы и такие вот у них индексы. Или можем сделать другую обработку. Например, все нечетные элементы нашего массива заменить на единицу. Здесь мы в стрелочной функции передаем все три аргумента. Далее проверяем, если текущий элемент нечетный, то мы этот элемент с этим индексом устанавливаем в единицу. Теперь если выведем этот массив в консоль, то как раз увидим, что все нечетные элементы массива стали равны единице. Вот так вот используется метод forEach. Далее мы рассмотрим группу методов для поиска элементов в массиве. Это вот такие вот методы indexOf, lastIndexOf и Includes. Данные методы имеют одинаковый синдексис и делают по сути дела одно и то же, с небольшими отличиями. Рассмотрим работу этих методов на таком примере. Предположим, имеется вот такой вот массив и далее мы делаем следующее. Мы в этом массиве находим вот такой вот элемент, строку смотрю, начиная с нулевого индекса, то есть начиная с начала массива. Далее с помощью метода lastIndexOf мы ищем элемент null, начиная с нулевого элемента. То есть вот с этого элемента. И идем с него в конец массива. То есть мы фактически здесь рассмотрим только вот этот один первый элемент. Ну а вот этот вот метод Includes, он ищет число 0, начиная с элемента с индексом 3. То есть 0, 1, 2, 3, значит он будет начинать поиск вот с этого элемента и до конца массива. Данный метод Includes возвращает true, если элемент был найден, и false, если не найден. А методы indexOf и lastIndexOf возвращают индекс найденного элемента. Ну или минус 1, если элемент был не найден. Выведем все наши перемены раз 1, раз 2, раз 3 в консоль и обновим документ. Увидим результаты. В первом случае мы нашли, смотрю, под индексом 1, это действительно так. Далее вот этот null найден не был. Наша функция lastIndexOf возвратила минус 1. И это действительно так, потому что мы начали поиск с нулевого элемента, то есть вот с этого первого элемента, и шли в конец массива. То есть мы только его и рассмотрели. Естественно, здесь null никакого нет. Ну а Includes возвратил true, потому что начиная поиск вот с этого элемента и до конца массива, 0 здесь присутствует. Чтобы вот этот метод все-таки нам возвратил нужные значения, мы здесь укажем индекс последнего элемента массива. Например, так. Обновляем документ и видим, что элемент null имеет индекс 7. Или же мы можем записать это все вот так вот. Просто lastIndexOf от null. Тогда поиск будет начинаться просто с последнего элемента этого массива. Обновляем документ и видим все то же самое. Также обратите внимание, что все эти методы массива используют строгое сравнение. То есть они сравнивают элементы с учетом их типа. Именно поэтому вот этот 0 был найден как число 0. А не как булевые значения false. Вот если бы было не строгое сравнение, то 0 и false было бы одно и то же. Вот это следует учитывать при использовании этих методов. Следующие два метода это методы find и findIndex. Метод find позволяет найти элемент массива по какому-либо критерию, условию. Он имеет вот такой вот в синдексис. Здесь item это очередной элемент массива. Index его индекс, а array это сам массив. Давайте посмотрим, как его можно использовать на практике. Предположим, у нас есть массив, состоящий из набора объектов. И мы хотим найти в нем первую машину со стоимостью меньше 1000 единиц. То есть вот по сути дела вот эта вот машина Opel. Это делается так. Здесь мы записываем стрелочную функцию. У нее указываем один индекс item. То есть каждый item это будет представлять собой вот этот вот объект. В этой стрелочной функции мы прописываем вот такую проверку, что цена, вот это вот свойство price, должно быть меньше 1000. И вот эта вот стрелочная функция будет возвращать true, если это действительно так, и false, если это не так. И в соответствии с этими значениями true и false, метод find будет находить первый подходящий элемент нашего массива. Выведем результат в консоль, обновим документ и убедимся, что это действительно так. Опять же обратите внимание, мы в методе find стрелочной функции передаем всего один аргумент item. Нам нет необходимости передавать обязательно все аргументы. Мы можем передавать функции ровно столько аргументов, сколько нам здесь необходимо. В данном случае item нам достаточно. Поэтому мы записали стрелочную функцию вот в таком вот виде. Метод findIndex делает все то же самое, только возвращает не сам объект, а индекс этого объекта. То есть в данном случае вот у нас возвратился значение 1, это как раз вот индекс этого элемента. Рассмотренные методы find и findIndex, они ищут первый подходящий элемент. Но что если нам нужно найти все элементы по заданному критерию? Для этого следует использовать метод filter. Он имеет похожий синтаксис и используется по сути дела так же. То есть вот здесь вот мы просто пишем другой метод filter, обновляем документ и видим те методы, которые были найдены. То есть метод filter возвращает нам массив, состоящий из элементов, которые удовлетворяют нашему условию. Давайте пропишем вот такое вот условие, чтобы в этом массиве у нас было 2 элемента. Обновляем документ и видим, что теперь здесь 2 элемента, 2 объекта, Toyota и Opel. То есть вот так вот с помощью фильтра мы можем отобрать все элементы, которые удовлетворяют вот этому нашему критерию. То есть если вот эта вот функция, которая прописана внутри фильтра, возвращает true, значит этот элемент подходит под наш критерий, под наши условия. А если false, то не подходит. И соответствующие элементы отбираются этим методом. Далее мы рассмотрим методы преобразования массива. И следующий метод будет метод map. Метод map довольно часто используется на практике и позволяет получить результаты обработки элементов массива. Его синтаксис похож на предыдущие функции. И реализуется вот таким вот образом. Предположим, у нас есть вот такой вот массив. И мы с помощью метода map хотим получить длинный строк, который находится в этом массиве. Выведем полученный результат в консоль, обновим документ и увидим, что вот этот переменный res содержит длинный строк. 6, 4 и 4. Что в общем-то верно. То есть вот с помощью вот этого метода map мы можем делать некие преобразования над элементами массива. И запоминать эти преобразования вот здесь вот в нашей переменной res. Следующий метод sort позволяет сортировать элементы массива по некому критерию. А сам критерий прописывается вот в этой функции. Если эта функция возвращает единицу, значит элемент a больше, чем элемент b. 0, значит элементы равны. И минус единица, если a меньше b. Давайте рассмотрим ее на конкретном примере. В самом простом случае мы можем вызвать ее так. Есть массив, стоящий с чисел. Далее мы вызываем метод sort без функции, без аргументов. И посмотрим, что мы получим. И мы получили неожиданный результат. 2, 25 и 4. Дело в том, что по умолчанию этот метод sort воспринимает элементы массива как строки. И вот эта вот строка 2, она будет меньше, чем 25. Но 25 будет меньше, чем 4. Потому что используется лексикографический порядок. То есть берется вот этот вот первый символ 2 и сравнивается с символом 4. Символ 4 больше, чем символ 2. И делается вывод, что строка 25 меньше, чем строка 4. И именно отсюда получается вот такой вот результат. Но мы можем подправить эту функцию sort и записать ее так, как нам надо. Для этого мы пропишем вот эту вот callback функцию в виде анонимной функции. У нее два аргумента a и b. И мы говорим, как на самом деле нам нужно сравнивать эти элементы. А именно вот так вот. Если число a больше числа b, это пусть будет единица. Если число a меньше, чем число b, то это минус единица. Ну а иначе они будут равны, и функция будет возвращать 0. Обновляем документ. И видим, что теперь у нас сортировка выполняется именно с числами. Так как мы, наверное, бы это и хотели. Кстати, вот эту вот callback функцию мы можем переписать и по-другому. В действительности мы не обязательно здесь должны указывать 1 или минус 1. Мы можем здесь указывать любое положительное число, если a больше b. И любое отрицательное число, если a меньше b. А значит, все это можно переписать и короче. Например, в виде стрелочной функции. Мы передаем его аргументы a и b, а результатом стрелочной функции будет разность a меньше b. Видите, это гораздо удобнее. Если a равна b, то результат будет 0. Если a больше b, то положительное число, ну а иначе отрицательное. Теперь если мы все обновим, то будет все то же самое. Ну, по аналогии можно формировать и более сложный алгоритм сортировки самых разных типов данных. Строк, чисел, объектов, булевых перемен и так далее. Следующий метод reverse. Он, по сути дела, меняет порядок следования элементов на обратный. Предположим, у нас такой же массив и мы делаем метод reverse. Далее отображаем полученный массив в консоль. Обновляем и видим, что наши элементы записаны в обратном порядке. Но, чтобы было более понятно, давайте добавим еще один элемент, обновим и видим, что все элементы действительно записаны в обратном порядке. 1, 2, 25 и 4. Рассмотрим следующие два метода сплита и join. Метод сплит применяется к строкам и позволяет разбивать их по указанному разделителю на массив строк. Например, у нас есть вот такая строка, и мы хотим ее разбить на массив, который бы содержал все вот эти вот email адреса. Здесь используется разделитель точкой запятой и вот этот пробел. Значит, чтобы получить массив этих email'ов, мы можем вызвать метод сплит, это метод строки, и он разбивает нашу строку вот с таким разделителем, то есть точкой запятой и пробел. В результате вот этот вот массив emails будет содержать все эти email'ы. Выведем этот массив в консоль, используя цикл forOf, и получим следующее. Да, мы видим список наших email'ов. То есть вот так вот с помощью метода сплит очень удобно и строк получать массивы каких-то данных. У данного метода сплит есть второй необязательный аргумент, который указывает максимальное число элементов в выходном массиве. Допустим, если мы пропишем число 2, то в выходном массиве у нас будет всего 2 элемента, первые 2 элемента. То есть вот так вот тоже можно делать. Ну а второй метод join, он делает обратную операцию. Он из массива элементов формирует строку с указанным разделителем. То есть мы в данном случае объединяем все элементы массива через запятую, ну еще и пробел там ставим. В результате у нас получается строка. Выведем эту строку в консоль, видим, что у нас 2 элемента, следующие через запятую. Если мы у метода сплит уберем двойку и обновим документ, то увидим все наши email'ы, которые идут через запятую. Вот так вот используются эти 2 метода сплит и join. Следующие методы reduce и reduceWrite. Если нам нужно перебирать элементы массива, то мы можем для этого использовать цикл forEach, for или forOf. Методы же reduce и reduceWrite похожи на эти методы, но они немного сложнее и, как правило, используются для вычисления какого-нибудь единого значения на основе всего массива. Давайте вначале рассмотрим метод reduce, он имеет вот такой вот синтаксис. Здесь вот первое значение, оно хранит некий результат по мере вызова вот этой вот функции reduce. И вначале равно вот этому значению initial, который мы можем здесь вот указать в самом конце. Ну, а эти 3 аргумента вам уже известны. Item это значение текущего элемента, это индекс элемента, а это сам массив. Применим вот этот вот метод reduce для вычисления суммы элементов массива. Это будет выглядеть так. Вот у нас есть одномерный массив, который состоит из вот таких вот чисел. Мы хотим посчитать их сумму. Используем метод reduce этого массива dx и далее прописываем стрелочную функцию. В стрелочной функции указываем два аргумента. Первый аргумент это некая переменная сумма, в которой мы будем сохранять значение суммы, а current это значение текущего элемента массива. Сама стрелочная функция делает следующее. Она к сумме добавляет текущее значение и возвращает это значение. В результате вот это возвращенное значение sum плюс current опять на следующей итерации вот этой функции reduce будет присвоена вот этой переменной sum. И таким образом мы будем подсчитывать сумму. Начальное значение суммы у нас будет равно нулю. Ну и дальше мы здесь ее выводим в консоль. Обновляем документ и видим, что значение суммы равно 165. Или же мы можем вместо суммы подсчитать произведение наших элементов. Это будет тогда выглядеть вот так вот. Мы здесь задаем некую переменную pair, так мы ее назвали просто. Current это будет значение текущего элемента. Далее подсчитываем произведение, а начальное значение наших произведений будет равно единице. Ну если мы поставим ноль, просто произведение будет равно нулю, это будет неправильно. Поэтому мы здесь указываем единицу. Выводим все это в консоль, обновляем документ и видим, что у нас вот такое произведение. В общем-то все верно. Во всех наших рассмотренных примерах вот этот тот последний аргумент у функции reduce можно было бы в принципе и не указывать. Потому что в этом случае начальное значение вот этой переменной pair было бы равно первому элементу нашего массива. А функция reduce стартовала бы по сути дела со второго элемента. То есть current бы принимал дальше значение минус 2. Поэтому если мы вот здесь вот единицу так вот уберем, то ничего не изменится. Обновляем документ и видим то же самое значение. И то же самое с суммой. Но такой вызов метода reduce следует делать с осторожностью. Потому что иногда это может привести к ошибке. Например так. Если наш массив dx будет пустой, не содержать никаких элементов, то начального значения как бы не будет. И при выполнении этого скрипта у нас возникнет вот такая вот ошибка. Что начальное значение не определено. А вот если бы мы все-таки здесь прописали начальное значение вот так вот и обновили бы наш документ, то все бы работало. Другой метод reduce right работает аналогично, но проходит по массиву справа налево. То есть в обратном порядке. Ну и последний метод, который мы рассмотрим, это метод из array. Как мы говорили, массивы не образуют отдельный тип языка в JavaScript. Они основаны на объектах. То есть массив это объект. Поэтому если бы мы применили метод typeof к объекту и к массиву, то в обоих случаях получили бы значение объект. Но все-таки массивы и объекты это разные вещи в JavaScript. И как же мы могли бы их определить, что в одном случае используется именно массив, а в другом какой-то объект. Для этого как раз и существует вот этот тот метод из array. Его можно прописать так. Указать объект array. Далее вызвать этот метод из array. И в круглых скобках мы указываем проверяемый объект. Если это обычный объект, то этот метод возвращает false. А если это массив, то метод возвращает true. Обновляем наш документ. И видим, что в первом случае мы получаем false, а во втором true. Вот так вот это работает. Итак, в результате рассмотрения всех наших методов у массивов у нас получился вот такой вот список. Вот методы, которые позволяют добавлять, удалять элементы. Далее методы, которые позволяют искать элементы массива. Здесь у нас метод, который перебирает элементы. Ну, а здесь методы, которые преобразуют элементы массива. Вот все эти методы, они довольно часто используются на практике. Поэтому их желательно знать. Потому что вы тогда будете, скорее всего, делать ту же самую операцию, которую делают эти методы, но каким-то более сложным способом. А потому лучше эти методы запомнить и применять на практике. Продолжение следует...